Нам ли привыкать, что российский автопром дарит вечную молодость своим моделям? Как пример приведём «Ладу Ларгус». В этом году давно почивший сходник «Дача Логан МСВ» отпраздновал бы 15-летие, а самому «Ларгусу» стукнуло 9. И всё равно фургоны и универсалы берут даже такими. Несмотря на устаревшую внешность и эргономические огрехи, этот франко-румыно-российский продукт совмещает внутри себя доступную цену, вместимость кузова и достаточную надёжность. Что же ещё надо? Но очень долгожданный рестайлинг показал чего. Как минимум передней оптики от второго «Логана», к которой прилагаются новые бампер, капот и крылья. Тогда как бы ковины и корму модернизация не затронула. В салоне ожидаемо прописалась до староподобная передняя панель, хотя руль, передние сидения и обивки дверей свои, собственные. Остальные подробности «АвтоВАЗ» пообещал объявить перед стартом продаж. Впрочем, сюрпризов не ждём, ведь технически «Ларгус» остался верен старым решениям. Так что интерес вызывают только цены и комплектации. Их публикации стоит ждать через неделю-другую. Между тем, у «Ларгуса» должен был появиться старший брат, перелицованный вариант минивенчика «Рено Докер». Выпуск этой машины предусматривался инвестиционным контрактом, который подписали Минпромторг и АвтоВАЗ. Однако, по последней информации, проект признан бесперспективным. Что неудивительно. За три неполных года россияне приобрели лишь около пяти тысяч собранных в Марокко оригинальных докеров. И вряд ли «Лада» оказалась бы популярнее. Как сообщают источники, в Тольятти планировали наладить только сварку и сборку без глубокой локализации модели. Так рассчитывать на демократичные ценники не приходилось. Многие уже успели похоронить ВАЗовский двигатель объёмом 1,8 литра. Однако, по информации Авторевью, этот простенький атмосферник будет жить. И даже станет основным мотором для будущего поколения «Мивы». Более того, инженерам якобы поручено разработать более мощное исполнение этого движка. Очевидно, что для этого придётся внедрить второй фазовращатель на выпуске. Топовым же агрегатом, по сообщению издания, должен стать турбомотор «Рено», известный по «Аркане» и «Каптюру». К нему будет прилагаться безальтернативный вариатор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова